Помните уже хрестоматийное Джона Стингрей «Не надо мусорить». Может, в это всё действительно упирается? Ну, на самом деле, правда, мусорить не надо, но это нереально. Потому что мы живём в обществе потребления, это нужно понимать. И просто сказать то, что не мусори, ну, так себе подход, это не работает. Потому что есть, конечно, активисты, которые пытаются сделать zero waste, то есть, ну, концепция нулевых отходов. В основном, ну, это все в Европе, много ютуб-каналов на этом построено, например. То, что ребята живут, там покупают всё без лишней упаковки, что-то ещё, на максималках просто. И выглядит их жизнь довольно специфически, то есть, это не всем подойдёт. И здесь вопрос в том, что не нужно её крайностей. То есть, вот как сегодня мне прислали фотографию, то, что как-то мило в Финляндии продаётся рыбка для кота, там написано «одна рыбка для одного котика», там стоит как-то один рубль, там, или там, 7 рублей на русские деньги, условно. И она обмотана кучей упаковки, там, три разных вида упаковки на ней. То есть, там, подложка пластиковая, сверху пластиковая плёнка, ещё и... И понятное дело, что вот мусорить не нужно, а не нужно мусорить излишне. Но, коль речь зашла о Финляндии, о том, как стараются быть, есть такая фраза. Я, уважаемые слушатели, не хочу раздражать своими англицизмами, знаю, какие вы придирчивы в этом вопросе. Мы постараемся без них, да? Ну да, но есть такая фраза устойчивая, экофрендли, то есть, быть дружественным к природе, к окружающей среде. Она слишком длинная в переводе на русский. Мне кажется, это очень дорого, Артём, в нашей стране. Действительно, у нас нет денег, чтобы быть экофрендли и таким безгрешным. Вот как вы прокомментируете? Ну, на самом деле, если вспоминать времена Советского Союза, то каждый отдельный житель Советского Союза был более экофрендли или более экологичен, чем современный житель. Не сказать, что тогда было больше денег у населения. Пластик, я вот думаю, ну вот куда я пойду, чтобы купить продукт без пластика, сами понимаете. Да, ну смотрите, тут на самом деле очень много сразу аспектов в движении так называемого устойчивого потребления. Это устойчивое или осознанное потребление его ещё называют. Сразу много аспектов, связанных и с пластиком, и с электроникой. Ну, например, когда у нас электроника выходит из строя, сейчас мы её выбрасываем. Мы понимаем, что на производство одного айфона тратится не менее, не менее 10 кубометров чистой пресной воды. А сколько 10 кубометров? Обычно гораздо больше. А сколько это? То есть, ну вот я видел картинку, что одна тонна воды – это один айфон. И это ещё, эта картинка была, так сказать, раскритикована за то, что занижала оценку пресной чистой воды, потому что она портится при производстве. Используется только чистая вода – это ограниченный ресурс. Он возобновляемый, но очень медленный. А темпы современные производственные, то, что вот всю технику, которую мы покупаем, даже если мы её сдаём в переработку, у нас что-то выходит из строя, либо что-то ещё более печальная ситуация, когда что-то просто устарело. Да. Вам не нравится? Причём очень быстро сейчас. Да, да. Это мода на потребительство. Понятное дело, что это удобно для сложившейся экономической системы, которую уложил ещё Генри Форд, придумав, что вещи должны ломаться, чтобы люди приходили и покупали новые. Генри Форд много прикольного сделал, там и конвейер вёл и так далее. Но он не был экофрендлиров, так я понимаю. На максималках просто. То есть, ну просто вот его концепция, она нашла отклик в стане промышленников, производителей, тех, кто продаёт. И, к сожалению, сейчас наша планета уже настолько изменена отходами нашей деятельности, что экосистема, к которой мы привыкли, начинает разрушаться. Тут же в чём вопрос, когда меня спрашивают, как спасти планету. Планету спасать не нужно. Планета переживала кучу разных геологических эпох. Там шли кислотные дожди, вообще не было кислорода на заре формирования жизни вообще. То есть, если бы мы попали туда в те времена, нам бы было очень плохо, мы бы очень быстро умерли. Планеты разные. Нам нужно пытаться сохранить и защитить привычную нам среду обитания. Это самое важное. Потому что... И тут вопрос такой, что люди эгоисты. Это все знают. Да. Экологи эгоисты популяционные. Нам хочется, чтобы люди гуляли по своей планете без скафандров. Потому что мы не умеем создавать искусственные экосистемы глобальные. Пока ещё не умеете? Да, да. Были же опыты. В чём там была проблема? Ну, например, был опыт, когда в начале 90-х годов в Америке строили там... Несколько было проектов. Там Биосфера-2, Биосфера-3. Объясните, это город под куполом или какое-то? Да, да, это города под куполом, да. И там пытались создать замкнутую экосистему, которая самоподдерживающаяся. И в итоге у них всё пошло не очень хорошо. У них было много проблем и с фильтрацией воздуха, и с оборотом влаги. Но самая главная была проблема, вот просто поняли, что кончается проект, когда начали падать деревья. И что это они? И все подумали, ну, действительно, что это? Вот купол, деревья начинают падать. С чем связано? Начали проверять почву. Всё нормально с почвой, всё хорошо. Оказалось, что деревья падают, потому что ветра нет. Ищительный склуб для дерева. По сути, да, потому что ветер, постоянно раскачивая дерево, упражняет его, и дерево укрепляет, ну, скажем, по-простому... Наращивает каркас. Наращивает каркас клетки своего ствола. А так оно растёт просто вверх, начинает потом падать под собственным весом. То есть даже такую банальную, в принципе, вещь, сейчас мы смотрим на неё, ну, это же банально, логично, её не предусмотрели. И чтобы предусмотреть всю вот эту экосистему, которая формировалась 3,8 миллиарда лет на нашей Земле, то, к чему мы приспособлены, это безумно сложно. Я прекрасно это понимаю, даже без придирок и усмешек, но над этим ведь работают, потому что программа Марса, она требует этих городов под куполами. Но, опять же, если у нас получится так, что нам на Земле нужно жить под куполами, то вряд ли мы долетим до Марса. Это точно, но мы всё-таки как-то трудимся, согласитесь, и раздельный сбор мусора придумали, который в нашей стране не работает, и биоразлагаемую упаковку, и безвредное производство местами. А чего всё-таки не хватает? Мы же стали более осмысленно относиться к природе. Не хватает уровня образования. Так, подробнее, пожалуйста. Потому что сейчас, когда говорят про экологию, опять же, или там про зелёные бренды или ещё что-то, ну, возможно, вы видели, как тот же самый Макдональдс перекрасил логотип, свой зелёный цвет. Да-да, на ряде упаковок есть зелёные маркеры, и это повышает продажу. Ах, вот. Это называется гринвошинг. Ну, гринвошинг, да, это устойчиво понять. То есть англицизм, конечно, но... Мытьё зелёное, да-да. Да, да. Отмывка от грехов зелёным чем-то, потому что зелёное воспринимается и в маркетинге, и в психологии как цвет успокоения, чего-то чистого, природного. Да, натурально, природно, да. И, собственно, это было в 80-х годах предложен термин, когда один довольно умный товарищ заехал в отель, где сказали, где висела табличка, что уважаемые постояльцы, просим вас не менять бельё и полотенца каждый день, потому что мы сокращаем вред окружающей среде. На самом деле, просто они экономили на стирке. У них не работала прачечная в этом отеле. А этот термин называется сволочизм. Запомните, я его только что придумала. А, коль пошло про гринвошинг, да, зелёную смывку, вы нас простите, но стараемся для вас переводить. Расскажите тогда про гринслед, как тут будет степня. Зелёный след, да. Да, зелёный след. Это же тоже устойчивый термин. Что он означает? Его придумала группа Ална Аткисона и сотоварищей. Это, ну, довольно известный эколог ещё в 70-х годах. Им было придумано несколько индикаторов устойчивого развития. Самое большое распространение получил зелёный след. Это сколько планет, ну, по сути, зелёный след что такое? Это сколько планет необходимо человечеству, если все будут жить, как ты. Ну, вот, допустим, если я буду жить, как вы, мне понадобится вот столько планет Земля, а если вы, как я, вам, допустим, чуть больше, я подозреваю, правильно? Ну, а есть примеры, если мы будут все жить, как россияне, сколько планет Земля? Примерно две и одна. Две и одна. А если как республика Чад? В республике Чад тоже не очень маленький экологический след. Ну, хорошо, какую-нибудь африканскую бедную страну. Берём, на самом деле, Филиппины. Филиппины, хорошо. Если взять, что каждый человек живёт как житель Филиппин, то потребуется примерно 0,4-0,5 планет Земля. То есть нам лучше на филиппинцев равняться? Вот смысл зелёного следа. На самом деле, тут, опять же, зелёный след это просто показатель, который заставляет нас задуматься. Ясное дело, что люди в России, там на средней полосе, да, скажем так, на северных широтах, не могут жить как филиппинцы, которые живут всё-таки около экватора. Да, это правда. Но вопрос в потреблении ресурсов и в том, что мы выбрасываем после этого потребления, то есть в КПД использования ресурсов нашей планеты. Коэффициент полезного действия, по сути. Когда землянам придёт конец, если всё так и будет продолжаться? Ну, мы не будем напрягаться, мне вообще после меня хоть потоп. Вот так я буду. Да, такая позиция присуща, и она крайне нелогична, потому что базовое желание каждого живого существа на планете Земля — это размножиться. А, оставить генетические следы. Оставить генетические следы, продлить бессмертие гистичных генов, если по Докинзу. И это классно. Правда, хочется, чтобы после тебя что-то осталось, особенно если там дети, которые несут твои идеи, так сказать, твои мемы, как-то сейчас говорят. А если дети будут жить в условиях кислотных дождей, если они, чтобы выйти во двор, должны будут надевать скафандр, ну, не очень-то... Вряд ли они размножатся. Да, вряд ли вообще жизнь будет иметь смысл какой-то. Вот. Поэтому сейчас существует множество моделей, которые пытаются прогнозировать будущее Земли, если сохранятся те же темпы потребления ресурсов. Все это началось, на самом деле, в 1950-х годах, когда к профессору из Массачусетского технологического института пришли ребята из Римского клуба. Римский клуб — это, ну, как бы... Сообщество. Сообщество инвесторов, которые инвестируют в знания. Нет, ну, там хитро. Давайте объясним. Людям это будет любопытно. Ну, хорошо. В общем, Римский клуб — это такая штука, которую организовал Аурелио Питчей в 50-х годах. Вот он кто был? Мафиози. Мафиози, вот. И промышленник. Да, да. То есть он умел считать деньги. Он умел считать деньги и знал о том, что, чтобы понимать, куда вкладывать, нужно знать, какие тренды будут наблюдаться. Он собрал единомышленников, весьма обеспеченных людей, но в условиях холодной войны было очень трудно найти адекватную информацию, потому что каждый из лагерей... Пропаганда, искажение истины. Да, искажение истины. Это было повсеместно. И поэтому он сказал то, что, ребята, давайте мы будем с вами скидываться неким количеством денег и на эти деньги оплачивать работу научной группы, которая будет не аффилирована никому. Это самое важное, что на нее никто не будет иметь влияние. Независимая. Независимая и максимально объективная. Мы будем выделить деньги, по сути, грант на их работу и получать информацию от них. И все-таки к концу землян поближе. Вот, смотри, сейчас расскажу. И, по сути, они создали компьютерную модель на таких еще примитивных компьютерах, которая описывала развитие Земли в будущем на 10, 20, 30, 40, 50, 100 лет. Эта компьютерная модель сейчас совершенствуется с каждым годом. Она все еще есть. Там есть МИР-3, МИР-4 и так далее. Новые модели, которые пытаются вытащить данные по потреблению, по производству из разных стран, из разных корпораций. И все это свести вместе, и посмотреть, где вообще наступят перелом и когда. Поэтому, ну, сейчас говорят, что если про изменение климата глобально, то точка невозврата уже, если не пройдена, то будет пройдена в ближайшие 10 лет. Но я слышала, что там вообще предсказали в нулевых, а потом пестициды не предсказали, потому что их не было. Не предсказали зеленую революцию. А как они нам вообще помогли? Мы от голода не умерли благодаря им. Все принято. Но мы из-за этого очень сильно загрязнили наши океаны. Это понятно, это точно. Так все-таки на сегодняшний день, 2019 год, когда землянам придет конец. Считается лимит населения Земли 11-12 миллиардов. А сейчас у нас 9-8. Нет, сейчас 7-8. 7-8. Цитирую вас. В экологии, как и в физике, есть законы. Люди в свое время нарушили главный. Закон ареала, обитания вида. Когда мы вышли из африканских саван, справка для слушателей, мы там вообще зародились, и потом распространились по планете, начался бардак. Сейчас мы меняем экосистему вокруг себя продуктами, жизнедеятельности, мусором и так далее. Я вздохнула, и первое, что мне пришло на ум, задать вам следующий вопрос. Фарш невозможно прокрутить назад. То есть звучит именно так. Но что уж тут поделать? Вот что, как исправить? Это анализ. Истерики, я вас за грудки трясу. Скажите, скажите, что же нам делать? Я готова, я исправлюсь. По сути, нам вот как раз точка выхода из саван, это точка, с которой нужно начинать анализ. Чтобы понять, как мы вообще разрушали экосистему, что можно с этим сделать. Понятное дело, ни один эколог не призывает бросить все, уйти, жить в леса. 7,8 миллиардов человек не может бросить все, уйти, жить в леса. Невозможно это. Поэтому нужно понять, как технологическая наша цивилизация может жить в одном мире с биологической цивилизацией. Биологическая цивилизация это даже с глобальной экосистемой, грамотнее сказать. Потому что все разрушается вокруг нас. Но давайте вот уточним. Вот мы вышли из саван, еще голые, босые, зубастые, волосатые. И как вот в этом состоянии, без всего на свете, что сейчас окружает нас, мы как-то начали влиять на экосистему? Во-первых, огонь, сельское хозяйство, вырубка лесов, инвазия видов. Инвазия видов это когда виды, ну типа нас с вами, которым экосистема не приспособлена, начинают эту экосистему разрушать. То есть как, например, там с, ну все знают пример про кроликов и Австралию. Да, да, как они навредили, когда их завезли. Но смотрите, какая штука. То есть мы были вообще ошибкой, получается, земной? Не сказать, что ошибкой. Это, у Земли нет ошибок, это вот как раз если... Вот я к этому и веду, мне странно вообще так рассуждать этим, но... Есть понимание того, что мы с вами, это вид, разумный вид, который пытается выжить на своей планете. И пытается выжить, пока что это не очень трудно. У нас, понятное дело, там были свои проблемы, там типа чумы, голода и так далее. Мы это преодолели. В большинстве стран сейчас, то есть, ну вот если говорить глобально про мир, сейчас от ожирения умирает больше, чем от голода. И это знак того, что мы перебороли хотя бы одну из проблем. Понятное дело, не везде. Есть страны, в которых люди умирают от голода прямо сейчас. Вот у нас есть не доброс, а есть переброс. Да. Вот мы что-то все время перебросываем. Ну, тут такая штука, что сейчас все человечество уже не может жить по принципу «Моя хата с краю». Или вот у нас один город, у вас другой, вы там разбирайтесь, мы тут поживем, у нас все хорошо. Сейчас человечество это, по сути, жители, вот как мы жили когда-то вдоль берегов Нила. И можно было сказать, что вот это все человечество живет вдоль берегов Нила. И Нил разливался, происходили там либо урожайный год, либо наоборот голодный год. И люди гибли даже вдоль Нила. И потом они придумали то, что, ребят, давайте объединяться, строить систему каналов, которые позволят круглогодично запасать продукты, хранить их и так далее. И это начало такой крупной цивилизации, египетской цивилизации. То же самое у нас сейчас есть сейчас. Все страны мира, независимо от границ, не границ, это уже глобальная штука. Мы люди, это геологическая сила уже. Мы подобрались к самому любопытному. Вот вы говорите, нельзя жить под девизом «Моя хата с краю». А я в связи с этим хочу про иллюзии спросить. Мы иногда очень хорохоримся, это я про себя, дорогие слушатели, что я такая эко, экологически дружелюбная, использую биоразлагаемый порошок для стирки, который не вредит там никакой почве, все-все-все, классно. Да нет, подождите вы, хорошо, что это неплохо. Он просто хорошо стирает, давайте руку на сердце положим. И дорогой, как крыло самолета. Вот, кстати, тоже проблема. Но я, может, что-то не замечаю. Понимаете, я здесь лечим, а здесь калечим, как говорится. Мне кажется, вот в этой огромной иллюзии, которая называется маркетинговая уловка, существует полпланеты Земля. Скажите хотя бы сейчас, ну не половине планеты, вот где эта иллюзия? Я использую вот то-то-то, я такая вся френдли-френдли, а на самом деле я больше не френдли, чем френдли. Да, да, тут такая штука, что это и про недостаток образования, и про... Это бесит, потому что мы как дураки. Да мы не умеем с этим обращаться еще. Ну с чем мы не умеем обращаться? Мы не умеем обращаться со своей мощью, с мощью своего воздействия на окружающую среду. Поэтому нами легко манипулировать. Нам легко втюхивать вещи, которые имеют там маркировку, типа что-то зелененькое на упаковке. И надписью «Эко». И надписью «Эко», которая ничего не значит. Есть эко-маркировка нормальная. Это какая? Вот сначала с этого начните. Например, Green Forest Alliance, зеленый альянс лесов. Да, ну это как штамп-клеймо такой, который прошла классификацию этого альянса. На самом деле можно, любой человек сейчас, он вряд ли запомнит эко-маркировки, можно загуглить. Эко-маркировки. Там есть, собственно, несколько маркировок, которые, например, ты видишь их на упаковке, понимаешь, что там нарисовано два деревца в таком квадратике, например, да? Условно так я говорю. Либо тетропак, например. Это, кстати, очень известная символа. Да, они гарантируют, что продукт был произведен по экологическим стандартам. Например, эти два дерева говорят о том, что было использовано устойчивое лесопользование для производства вашей бумаги. А что такое устойчивое? Это когда мы вырубаем леса и тут же сажаем новые. И вырубаем, сажаем примерно одинаковое количество. Ну, на пальцах объясняю. Это позволяет сохранять лесные массивы. Но они же растут медленнее, чем я эту бумагу. Да, именно поэтому нужно, должен быть буфер. Этот буфер есть. И поэтому нужно вырубать не очень много и сажать больше. Самая главная проблема – это пластик. И уход от пластика бумажное всё. Но здесь же тоже есть иллюзия по поводу бумажной посуды, стаканов с кофе, который мы покупаем постоянно. Лучше многоразовое. То есть это всегда правило такое, что бумажные стаканчики, например, они изнутри покрываются слоем микропластика, который не позволяет им очень быстро впитывать в воду и рассыпаться у вас в руках. Этот микропластик встраивается в пищевые цепочки, накапливается и в почве, и в животных её населяющих. То есть мы вредим сами себе. Я начну с этого же, мы подхватим эту мысль в начале следующей части передачи данных. Эколог Артём Акшинцев в студии. Друзья мои, послушайте внимательно. Тут такие схемы обмана. Даже если на экологию вообще вот наплевать. Но на себя-то мы это не имеем права сделать, правда ведь? Так что не теряйтесь. Великая иллюзия. Пользуйтесь бумажными стаканчиками. А как их сейчас расписывать стали? Боже мой, лучшие художники трудятся над декорацией. этих стаканов. А на самом деле покрыты они мелким слоем пластика, который мало того, что засоряет, просто гигантский ущерб наносит в первую очередь океану мировому, потому что он разрушается в труху, и животные его лопают, а они его перерабатывать не могут, правильно? Да, да. А вот мы от него как страдаем, раз он в воду попадает, он в нас тоже? Опять же, как... Вот мне, пожалуйста, приходите на рынок или в магазин, дайте вот, пожалуйста, рыбу и пакет, а пакет уже внутри. Всё нормально. А, господи, я даже не сразу поняла, видите, ваши профессиональные шутки. То есть, ну, это как раз шутки про то, что в рыбе накапливается, когда мы там кушаем, идём в ресторанчик, такие кушаем суши, всё у нас хорошо, и мы потребляем этот пластик внутри себя. То есть, мы понимаем, что наша там печь, например, которая чистят, она изнутри покрывается мелким слоем пластика, который мы не умеем выводить из организма. А его можно как-то медицински идентифицировать? Откуда узнали об этом учёные? Открывали. Допустим, ну, там, несколько тысячелетий. Что катастрофически изменилось, чтобы мы увидели чёрное и белое, или наоборот, белое и чёрное? Экосистемы стали разрушаться, потому что их порог устойчивости был превышен. То есть, тут такая штука, что у любой экосистемы есть свои пороги устойчивости, так сказать. Точка невозврата. Точка невозврата. Когда ты проходишь через неё, экосистема разрушена, и даже если ты после вернёшься на предыдущее своё состояние, экосистема не будет восстановлена. А что, она невозобновляема? Она возобновляется, но в новом качестве, как сказать, в гораздо худшем качестве. А можно пример вот такой разрушенной экосистемы? Это же может быть вид животного. Нет, то, что у нас очень много видов животных уже умерло из-за человека, это так. То, что сейчас говорят, шестое массовое вымирание, связанное с людьми, это тоже факт. Есть такая книжка классная, поэтому так называют, шестое массовое вымирание. Советую прочитать. Если говорить про деградацию почв, вот это банальный пример. Когда у нас огромное количество почв сейчас утратило свою способность к производству продукции, продукции питания. Мы всегда завозим какие-то чернозёмы, откуда-то чернозёмы, это очень конечный продукт, ребята. То есть мы понимаем, что для восстановления чернозёмов нужно огромное количество времени, которого у нас нет. А интенсивное и неосмысленное землепользование ведёт к тому, что темпы деградации почв обычно считаются 10% в 10 лет. Неразумное использование почв. Нам ржи не хватает, у нас чёрный хлеб дорожает. А где ж неразумное-то? Неразумное в плане, например, использования пестицидов и гербицидов излишнего. И удобрений. Так сожрут нашу рожь и пшеницу. И удобрений. В каждой области нашей деятельности есть разработки и наработки по тому, как правильно возделывать, например, хлеб, или производить какие-то телефоны, или даже бумагу. То есть люди уже думают, как сделать что-то экологичнее. Но вы его про почвы. А если что-то поближе, что есть у каждого в доме? Бумага для принтера. Белая бумага, это отвратительно. Тратится огромное количество чистой воды на то, чтобы отбеливание бумаги. Какого она будет цвета на току? Жёлтого. А вот холодильники. Все говорят, холодильники истончают озоновый слой. Фреон, фреон, фреон. Ну вот с фреоном это как раз была самая плохая штука, связанная с гринвошингом, потому что, в общем, фреоны это байка. Кто-то хотел завалить холодильники. Они заработали очень много денег. Вы можете посмотреть. Кто они-то, мы не помним. Ну я не буду сейчас говорить. Какая-то компания про производство холодильников. Да, про производство холодильников. Заявила потом, что они отказались от фреона. Я правильно на логику вашу говорю? Да, то есть по сути это была массовая пиар-акция по переходу на новые энергоносители. Выкиньте старый холодильник и купите новый. Сволочизм-2. Теперь поговорим. Знаете, о чем? Что в первую очередь требует внимания из экологических проблем? Права женщин. Права женщин. Да. Это экологическая проблема. Потому что... Эколог не сумасшедший вы на студии. Ну ладно, психанули, рассказывайте, оправдывайтесь. Почему права женщин? Это про возможности самореализации. Потому что у нас огромное количество людей в развивающихся странах обладают современными медицинскими технологиями, которые позволяют вынашивать и рожать 10-15 детей, как они делали, когда смертность была. Там 13 детей из 15 умирала. Сейчас выживают все эти 15. И женщины просто не имеют других вариантов, не знают о других возможностях самореализации, кроме как быть матерью этих 15 детей. И вот, собственно, глобальное движение к тому, что у женщин появляется право на самореализацию, возможности к образованию, это действительно важно. Потому что люди это самое... наше общее количество, это самая главная экологическая угроза. Вы знаете, экологи, наверное, понимают, что они эту войну проигрывают. Это же борьба за традиции, семейность, преемственность традиций. Вы, экологи, я сейчас не клеймлю вас, я вас очень хорошо понимаю, у каждого свой огород. Вы хотите, чтобы людей не стало больше. Да. Вы не хотите меня лишить одного ребенка, но я же хочу оставить генетический след. Это заложено в моем гинокоде. Да, но это как раз вопрос про индивидуализм и общую планету. То есть, один ребенок окей, два ребенка окей, три ребенка перебор. И это, такое правило, это как раз же про маях, это с краю и так далее. У нас ресурсы на нашей планете ограничены. Количество людей, которые увеличиваются, нам потребовалось 200 тысяч лет, чтобы достигнуть численности населения в 1 миллиард. И 200 лет, для того, чтобы достигнуть с 1 до 7 миллиардов. То есть, 200 тысяч и 200 лет. Это ужасное соотношение. Уважаемые слушатели, я очень прошу вас спокойно, без нервов и без лишних эмоций относиться сейчас к словам эколога, потому что он на нашей стороне, он не на темной. Я на стороне человечества. Мы все вышли из сумрака. Хорошо, а что могу сделать я? Приобрести стакан многоразовый, трубочки одноразовые. Трубочки одноразовые убираем, оставляем стальные трубочки, которые многоразовые. Ну, или мы их моем в посудомоечной машине. Пластик, на самом деле, мыть не советую, это так себе затея. Вот, легче, реально легче перехватить на многоразовые вещи. Я живу в Москве и никогда не видела в продажах этих металлических. Вот мы убираемся. Мы как-то из-за того, что меняется экосистема, мутируем. То есть мы сможем когда-нибудь стать мутантами? То, что называется мутагенез, да? Да. Приспособиться к этой кислоте вокруг. Мутагенез, конечно, идет, но это очень медленная штука. Да. Изменение нашей привычной среды обитания гораздо быстрее. И поэтому больше шансов, что мы просто погибнем. Ну, либо начнутся потоки бесконечных климатических беженцев, которые уже сейчас есть. А там войны. А там войны. Войны за воду запресную. Ну, и так далее. То есть мир будет не очень приятным местом. Если говорить там про генетические изменения людей, то есть что сейчас вот в Китае, например, занимались, там массовое сообщество, как сказать... Застыдило. Застыдило, да. Ученого, который занимался генетической модификацией двух детей. Здесь такая штука, что эта технология похожая на шкатулку Пандоры. То есть кто-то ее когда-то откроет, потому что это дает дикие преимущества. Ее уже приоткрыли, но все боятся. Во-первых, это этическая проблема. Генная модификация человека это первое. А второе, конечно, почему бояться? Вот я, например, всеми силами за. Я говорю, возьмите меня. Запрещено законом. А бояться почему? Потому что если ты попадешь в недобрые руки, это закончится коллапсом. Ну, на самом деле, это и возможность разобщения человечества на видовом уровне. Да, согласно. Вы красивый? Ну, типа, вот там у чьих-то родителей есть деньги, которые вложили в своих детей, в генетическую модификацию людей. И вот их дети могут дышать на улице. А ты бедный, и твои дети не могут. Эколог, младший научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук Артем Акшинцев.